С момента нашей последней встречи вопросов у нас появилось новых для вас, и зрители тоже присылают, поэтому мы вас немного порасспрашиваем сейчас, пользуясь случаем. Надеюсь, у вас есть немножечко времени, Марк Захарович. Вопросы наши разные. Я ты начну? Да, начнай. Начну я. Вопрос. Мы тут с Жорой затронули тему смертей генералов. Мы с вами вчера это в программе «Честное слово» обсуждали. И вот выдвинулась такая версия, теория, что такие смерти – это еще и показательный сигнал для людей из системы, что вот если вы вырветесь, что-то с вами произойдет, как с генералом Житко в молодом возрасте, сердечные приступы, как смерть Лопарева, генерала ФСО, командующего в Северокавказском округе, который про резиденцию в Геленджике все знает, потому что ее охранял и обслуживал. В общем, что такие смерти нужны для того, чтобы окружение боялось и таким образом на страхе держалась эта лояльность. Но в связи с этим вопрос, а это вообще насколько рабочая конструкция? Потому что когда они все боятся, разве нет такого соблазна избавиться от объекта страха у этих самых людей, которые сейчас ему подчинены и живут в этом вечном испуге от того, что могут завтра тоже от сердечной недостаточности умереть? Ну, во-первых, закошмаривание – это нормальная практика. Она всегда в аппарате существовала еще с советских лет. То есть допустить, что это эксплуатируется, а они люди-то параноидальные. А в среде бюрократии то, что вот как-то падешь генералов – это вам напоминание. Это все может быть очень коротко. Тем более, вы же понимаете, там понятийная среда-то совсем еще хуже стала. Не идеологическая, а понятийная. Вы знаете, что они засыпают с книжкой Марио Пьюза «Крестный отец». Ну, фильм-то ладно, фильмы они просто цитируют. Но самый грамотный из них – это те, кто прочитали Пьюза. А те, кто попроще, а их в основная масса, они только по фильму запоминают записывать. Я помню блокнотик, дурак из администрации президента мне показывал блокнотик. Там был такой кафе «Амстердам» где-то рядом в шайбе. А он просто со мной депутатом был в Госдуму, когда-то я с ним встречался. Это, правда, было в самом начале десятых или нулевых, он никем там был, но неважно. Он записывал в блокнотик цитаты, он говорит, а нам все цитируют Марио Пьюза, понимаете? И поэтому, конечно, он слишком много знал, это как бы что-нибудь такое. Они могут лудить про то, что Житко там где-то не то сказал, не то появился. И даже если он сам умер от алкоголизма, даже если 58 лет. Вот он почил в БОЗе, да, но это, безусловно, средой этой воспринимается как испуг. Понимаете, как такой, как это называется, ну, сигнал. Безусловно, потому что, я повторяю, они люди очень мнительные, паранетичные. Ну, а с такой властью другим не будешь, правильно? Тем более, что с этими отравлениями всем остальным это внушает приблизительно такое ощущение, такое восприятие действительности. Поэтому, да, наверняка и власть, Путин, там, все его окружение будет это использовать, будет это эксплуатировать. Смотри у меня там, а то мы тебе, значит, старичка-новичка-то нальем в трусы. Вот, а что касается, хотят ли они избавиться? Да, хотят избавиться. Аппарат власти хочет, но не своими руками, не за свой счет. Потому что кто-то, Вася, прилетел или инопланетяне, снобирует рептилоиды, или там вот Навальный выбежал из тюрьмы и вот их избавил. А они ничего не делали. Они только почивали на лаврах, отдыхали, значит, придавались своим гедонистическим прелюбодеяниям и всяким извращениям. И ничего не делали. Вот этого они хотят. Почему? Потому что, ну, конечно, для них дискомфортная ситуация. Санкции, проблемы какие-то, так сказать, невозможность заниматься только воровцовым, больше ничего не делать. От них же тоже что-то требуют, суетиться, мобилизация. Мобилизация. Это, конечно, хотели бы, как всякие перемены, какие-то новые возможности. Но не так, чтобы они от этого пострадали. Вот это, как бы, главный контрапункт в их мироощущении. Я бы сказал так. Марк Захарович, вы тут про крестного отца вспомнили и вскрыли воспоминания у меня в голове. На самом деле, на этой теме очень ведь Евгений Пригожин помешан. У него яхта называлась и до сих пор называется «Вита». Ну, имя яхты. А самолет был под регистрационным номером «М-Вито». А «Вита» – это очевидная отсылка к «Вита Корлеоне», собственно, к самому крестному отцу. А тесть Пригожина на Фейсбуке выставлял фотографии, как он в образе такого канцельери на черном фоне, значит, в черном смокинге, с красным платочком, бабочкой фотографируется где-то на фотосессии. Это, конечно, почему-то удивительно для меня, но для них эта тема какая-то очень захватывающая. Вот. А теперь вопрос. Хотел вас спросить, вот точнее даже не я хотел спросить, а наш спонсор, вопрос к Марку. Как, по вашему мнению, может быть реализована помощь политзаключенному России, о которой заявил украинский проект «Хочу жить». Напоминаю, что это как раз тот проект, извините, если обсуждали, это тот проект, который заявил, что они готовы помогать обменивать политических заключенных на российских военно-принятных, то есть вывозить как-то из России тех, кто сел за антивоенную позицию и помогать им переехать в Украину или в Европу, куда уж они там захотят. Как вы думаете, это вообще реалистичный сценарий сейчас? Я вообще сам выступаю протагонистом, сторонником и даже в Киеве бывал. Я говорил об этом, что да, при всем там негативе, понятная русофобия есть, все это война тому является фоном. Тем не менее, все равно, я считаю, как носители начала цивилизованного, а Украина на это, безусловно, претендует и во многом является, она должна и может, и в силу гуманизма, в силу понимания того, что есть люди, которые такие же славяне, как они, и также боролись против режима Путина именно за Украину, против войны, против всего этого чудовищного людоедства и так далее, что они все-таки при решении вопросов Украины, может быть, конечно, превостепенными остаются судьбы украинских граждан, военнопленных, с оккупированных территорий, детишек и так далее. Это само собой, никто не говорит о том, что нужно взамен, или в первую очередь освобождать Навального, или Яшину Кармурзу, или даже каких-то их родственников, или близких, или кого-то еще, но не забывать о них, не забывать об этих людях, что многие из них сидят конкретно за то, что они поддерживали Украину, за то, что они выступали против войны, за то, что они изобличали годами Путина в его агрессивной преступной политике в отношении Украины. Нам тяжело пробить эту стену. Да, вот такой проект, он об этом заявил, какие будут практические шаги по этому поводу, я не знаю. Мне бы очень хотелось бы это увидеть, мы всем готовы вовлечься в это. Общественное мнение, будем честны, против нас. Она считает всех россиянов одинаковыми, я считаю это ошибочно, не дифференцированно, что хорошие русские, что вата, что полувата и так далее. Вы все типа одним миром мазаны. Я утверждал и утверждаю, что это не так, что есть те русские, которые в тяжелейших тисках оказались, значит, их сжимают. Но они последовательные, это политически убежденная среда. Это не какие-то люди, которые мимикрируют. Вот я хочу избавиться от угрозы мобилизации, я буду из себя кого угодно представлять. Нет, мы говорим прежде всего о политических активистах. Мы говорим в первую очередь о людях сознательных, идейных, которые поддерживали Украину, поддерживали ее независимость и суверенитет. И с 2014 года ходили на этих маршах мира. Я сам в них принимал участие, я хорошо помню, как это все происходило. Мне тут что рассказывать, я был адвокатом, защищал украинских политзаключенных. Ну, сейчас уж никто не помнит, всем уже чихать. Но, тем не менее, такие люди были в России всегда. Это не только покойный царство небесный Борис Немцов, но и многие другие. О чем, конечно, не стоит забывать. И, конечно, для нас важной частью работы является, что когда наступит момент то ли переговоров, то ли решения вопросов, по поводу судьбы войны и чем она закончится, элементом переговоров, значит, частью этих переговоров должна быть судьба этих политзаключенных, судьба их близких, которые находятся в чистом концлагере. Я думаю, что надо связаться с проектом. Они, по-моему, кстати, ко мне обращались как-то. Я помню, что-то озвучил в связи. И я думаю, что, наверное, нужно попытаться какую-то синергию здесь найти и как-то продолжать убеждать украинскую аудиторию, что неправда, что в России одни только сторонники войны, Путина и так далее. Нет, это не так. Сколько бы их ни было, вот один человек будет, один в России останется, который против войны, и он заслужит и уважения, и поддержки. Но таких гораздо больше, намного больше. Валерий Харькович, у меня вопрос про связанные с войной какие-то вещи там происходящие, потому что мы с вами и вчера, и сегодня много говорим про политику, про санкции, про взаимоотношения. Не будем забывать, что прямо сейчас идут бои, не стихают ни на минуту выстрелы, ракеты летят. Хочу вас спросить про это самое контрнаступление, про его какие-то, уже, наверное, не первые, уже просто в какой-то итоги его подвести, если это вообще сейчас корректно делать. Но в целом много... Ну, это не очень звучит, но фраза разочарования звучит довольно часто. Это невозможно скрывать, там невозможно отрицать. И на Западе русскоговорящие, от некоторых друзей украинцев, которые пристально за себя наблюдают, слышу некое разочарование. Сам не берусь делать выводы, как не военный эксперт, а просто сочувствующий, переживающий человек. Мне тоже кажется, что ну как вот там надо вот это, вот это, вот это. Понятно, что это все обывательский взгляд. Вы как человек, который за всем этим следит, общается, регулярно высказывается. Как вы оцениваете ход этого контрнаступления? Что получается, что не получается? Как усилить его, чтобы военным путем бить по зубам Владимиру Путину? Ну, я бы сказал так, что для трезвой оценки то, что происходит, вполне объяснимо, и завышенные ожидания, они были, мне кажется, изначально неоправданы. Может быть, может быть. Многие ждали большего какого-то, ну что ли, креатива, изворотливости, какого-то шага, который бы, ну не знаю, неожиданный какой-то шаг в планировании операции, который бы создавал какое-то, если хотите, еще и политическое последствие. То есть произвел такое впечатление, там и все, и там десант где-то высадился. Мы не военные, мы не можем утверждать, что такие варианты хода контрнаступления не рассматривались, наверняка рассматривались, наверняка это обсуждалось, и наверняка приходили к выводам, что нет достаточно сил, средств, нет авиации, нет все тех же ракет и так далее, которые не позволили, быть может, более смело подойти к планированию операций и решению проблем по деоккупации значительной части людей, особенно на юге, кстати сказать, особенно на юге, где, в общем, очень специфическая география и специфический ход боевых действий в связи с водной преградой в виде Днепра и так далее. Но в целом я бы сказал, что для хода войны, успехи там в урожайном, в других местах, да и на востоке, под Бахмутом, это, в принципе, достаточные итоги для того, чтобы продолжать поддерживать Украину. Проблема в Западе, потому что главная проблема в разочаровании именно на Западе, в западном эстеблишменте, в западном прессе, в западных кабинетах, где принимаются решения об увеличении или диверсификации поставок вооружения. Вот это проблемно. Ладно обывать, ладно мы, в конце концов, мы же ничего не решаем, там поставить атакамцы или не поставить, поставить F-16 или не поставить. А вот они решают. И на них сказывается, с одной стороны, и мнение общественное, которое такое издает вздох разочарования, а с другой стороны, и собственные представления, может быть, завышенные максимизации ожиданий результата, максимизации результата этого контрнаступления, они вот как бы приводят к тому, что ну что, еще что год воевать, еще два воевать, еще пять. Ну нет у нас таких сил, мы на это резерва не имеем, на это не рассчитано. Вот тут проблемная зона, безусловно, потому что это вопрос больше политический, дипломатический. Что касается военных, вы понимаете, я думаю, что при наличии тех сил, средств и той подготовки, которые дали возможность обеспечить, создав по три линии обороны и минные поля и противоположные сооружения российским бойцам за восемь месяцев, подготовки этого контрнаступления, большего сделать было нельзя. Это сейчас мы понимаем. Большего сделать нельзя. Вот двигаются с той скоростью, которая позволяет наличие сил, средств. Большего, видимо, сделать было нельзя. А виновата ли в этом Украина? Можно ли обвинять президента Зельянского или кого-то еще? Я так не думаю. Я так не думаю, потому что, если бы могли за один день все деоккупировать, я вас уверяю, деоккупировал. Точно бы бросили, бы не пожалели. И жизни бы не пожалели солдаты. Это бы сделали. Но, к сожалению, по-видимому, это тот темп, который единственным может быть обеспечен. И с этим надо смириться. И, наверное, с высокой степень равенства Крым мы не увидим до конца августа. Ну, вообще, это из-за того, что мы какой-то век современных технологий в соцсети и ролике. У всех как уже за геймификацией, за компьютерной игрой. Все такие, вот, пройти уровень, пройти уровень, пройти уровень. А речь про человеческие жизни. Поэтому, конечно, понятно, что завышены слишком ожидания у обывателей, у простых людей. И это какую-то тоже злую шутку со всем этим делом играет. Но будем следить. Будем следить. Вам спасибо, что прояснили ясность с этим и свою позицию высказали. Да. Марк Дахаревич, еще, конечно, хочется спросить у вас про близкую нам тему. Я знаю, что вы с Русланом, в частном слове, это все обсуждали по поводу санкций в отношении Зориков. Но хочется чуть-чуть пошире посмотреть на эту картину. На самом деле, с момента расследования прошло около трех месяцев. И мы очень, в общем-то, много всего сделали, чтобы эти санкции состоялись. Какие-то митинги устраивали. Общественные компании. Куча заявлений. В общем, много-много-много времени на это потратили. В итоге санкции случились. Но это такая вещь, которую очень сложно раз за разом повторять. Она требует очень многих усилий. Как вы думаете, вообще реально нам прийти к ситуации, когда Европа будет более инициативно, что ли, подходить к таким санкциям, к введению этих санкций. Не ждать много месяцев. Не ждать много заявлений. Не ждать митингов. Не ждать вопроса президенту об этом человеке, которого надо отправить под санкции. Ведь это, на самом деле, обходится-то недорого. Это популярное, легко выполнимое решение. Но, тем не менее, они почему-то настолько не хотят эти санкции вводить против членов семей путинских друзей. Как вы думаете, мы можем вообще прийти когда-то к ситуации, когда вот не как в случае сегодня с отравителями Алексея, США спустя три года после отравления санкции против них ввело. А когда санкции будут вводиться через неделю, через две после выхода какого-то расследования или какого-то материала про человека. Вы знаете, Георгий, я знаю, эта тема в ВВК не очень популярна. Но я считаю, что это связано с тем, что нету субъектного представительства. В частности, европейских структур. Нету вот этого органа, представляющего русское свободное общество, русское гражданское общество, который бы мог бы от имени всех этих россиян и эмиграции, от политических структур выступать с этими требованиями. Им очень удобно говорить. Одни одно требуют, другие другое. Вы одно говорите, другие другое говорите. Вот это беда наша. Потому что ни одна диаспора так не разрознена, политическая, прежде всего, часть, как русская. Вот русские друг к другу собираются и хотят выковать друг другу глаз, понимаете? Хоть политики, хоть там просто обыватели, хоть какие-то там организации, они только и занимаются внутривидовой борьбой, но, к сожалению, где-то объективно, кстати. Для этого есть масса оснований. Но, тем не менее, беда заключается в том, что мы не субъективированы. Нам невозможно где-то явиться, составить какую-то петицию, обратиться, потребовать. Что вы делаете вообще? Вы понимаете, этот, значит, Крендели, сын Нарышкин, живет, как ни в чем не бывало, в Будапеште. Ну, а что? Ну, правильно, а почему нет-то? Вот он живет в Будапеште. То есть, понятно, что из себя Венгрия представляет, Орбан, понятно, это коррупционные связи, но это же территория Евросоюза. Ну, вы же можете все и внести, и туда, и сюда, и делать, что заходить. И в санкционные списки. А кто потребует? Ну, и в БК, да. И в БК в этом смысле мейнстримная организация. Она главная организация, которая этим занимается. Но, к сожалению, вот такого вот единства, такого представительства, его же нету. Вот это является сейчас правильным. Может быть, раньше до этого что-то катилось само, а теперь все надо толкать. Должна быть вагонетка, которую подталкивают ногами, руками, так сказать, стоящие за ней. И мне кажется, что без вот такого оформления это будет очень сделать сложно. Они сейчас будут все время говорить, мы уже 6 тысяч санкций введем. Больше, чем в отношении Ирана, там, чуть ли не в полтора раза. Что вы еще от нас хотите? Вы хотите, чтобы 20 тысяч санкций было? А что изменит количество? Сейчас же некая резонерская позиция начала доминировать. Мы все вводим, вводим, а они никак не рухнут и не рухнут. Но это же очень удобная лазейка. Говорить и обезьянить, почему дальнейшие шаги не делать. Очень удобная. Все время говоря о том, что мы же ввели, а режим не рухнул. Понимаете? А вы действительно все вводили. А вы действительно нажимали на те педали, которые могли привести к этому результату? А может быть, введенные санкции не дали еще худшему сбыться? Но вот нет этого авторизированного источника, который мог бы это все время требоваться. Они пользуются нашей разродницей. Они пользуются нашей разобщенностью. Им удобно в каждом отдельном случае ссылаться то на одних, то на других. Вы сначала соберитесь, вы сначала представьте нам некий источник этого всего. Создайте там уполномоченного по вашим правам при ЕС или еще что-нибудь. Тогда будем разговаривать. Ну, я вот такое слышал, кстати, в ряде кабинетов. Тут опять я на несколько конференций. Честно говоря, какой-то такой скепс у меня по этому поводу есть. Но, тем не менее, представление мое такое. Я, честно говоря, со своей стороны такое не слышал. Я слышал, что они говорят, ну вот у нас есть какой-то закон, который не предполагает такого рода санкции, а потом раз, и через месяц оказывается, что вполне себе предполагает, вполне себе можно под санкции носить. И вы, кстати, напомнили мне историю, когда еще в начале войны, я помню, что многие наивные люди говорили, ну вот сейчас, значит, Макдональдс закроется, и десятки тысячи людей, сотрудников Макдональдса, выйдут на митинги протестовать против войны Владимира Путина. Да, было и такое. Всем привет! Спасибо, что смотрите видео на канале Популярная политика. Все, что мы делаем, мы делаем благодаря вам. Пожалуйста, распространите ссылку на это видео, поставьте свой лайк, и самое главное, поддержите работу этого канала. Становитесь его спонсором. Спасибо. 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 Спасибо.